Всем доброе утречко, дорогие друзья! Первый видеоролик из московского офиса. Я наконец-таки добрался в данном случае. Сейчас Серега здесь протирает, подготавливает, ставит на все сэнкпады рекавери родное, чтобы все было прям по заводу. Теперь у нас, так скажем, есть такая возможность. Если что, ссылочка в описании на авито наши есть. В скором времени они будут на продаже. Теперь мы все, переквалифицируемся в барыг, нахрен ремонт, ладно, шучу, конечно. Просто решили подогнать нам, и вот мы решили их подготовить и продать. Поэтому, как говорится, ожидайте. Хотя вы знаете мое отношение к Lenovo, я не совсем их, как говорится, люблю, но все-таки. Сейчас, как говорится, хочется поговорить на тему, волнующую меня очень сильно, потому что в данном случае мы столкнулись, у нас кризис. Я бы так его назвал, потому что вы можете заметить, тут полнейшая анархия, полнейший какой-то трэш-угар и садомия происходит. Да, кстати, пиладаны в ремонте. А где те самые видеокарты, которые не ломаются 360 Ti на HUNIX, которые... А то мне тут недавно тоже говорили, что типа, Витя, да, ты все брешешь, не ломается. Сколько там их сейчас принесли еще? 18. Это 18, а человек сколько уже сделал там? 9. До этого? Один раз? По-моему, он дважды ее приносил. Один раз принес 9, и потом принес 9 и 18 HUNIX. Хорошо, вот. Да, соответственно, я так начинаю подозревать, что то ли курсы битка потихонечку начинают расти, то ли что, но люди потихонечку начали их нести, и вот, собственно, те самые политодуалы, все по классике, как говорится, пошло в ремонт. Сегодня у нас несколько поучительных моментов, потому что фактически этот видеоролик будет, наверное, для любителей, так сказать, держать сервисный центр или бизнес в России. То есть вы можете наблюдать, с какими проблемами я сталкиваюсь, что вообще надо фиксить, что надо менять. Самая, наверное, сейчас большая главная боль — это раскладывание всей техники, которая здесь у нас присутствует. То есть все, что приносится на ремонт, оно так или иначе занимает какую-то полку, и этих полок просто тупо мало. Почему? Опять же, очень много сейчас свежих аппаратов принесли, и вот тому прямое подтверждение вот такой вот гигабайт. И тут, наверное, самая сейчас яркая поучительная история за сегодня будет, потому что, парни, так делать нельзя. Я уже понял, откуда растут ноги, так скажем, этой проблемы, и давайте сейчас, наверное, вначале ее разберем. Здесь у нас вот такая вот гига, по-моему, здесь на 3070 она и с 12-м поколением. Как вы понимаете, 12-е поколение уже идет сейчас, ну, насколько я понял, по крайней мере, уже идет с комбинированным процессором. То есть хабовая часть у нас располагается непосредственно на подложке с процом, так же, как комбайны. То есть если, допустим, здесь, как говорится, и проц, и хаб отдельно, то здесь все это совмещено, два кристалла. Это не встройка, если что, потому что хаба тут нема. Грусть истории здесь в том, что человек полез его в очередной раз обслуживать. Я не хочу здесь ругать человека, клиента, точнее, что произошло, то произошло, но я надеюсь, что это убережет вас в очередной раз лезть в свои ноутбуки, особенно если это свежие аппараты. Для меня всегда нонсенсом было, что люди покупают ноуты из коробки, практически лезут в них менять термопасту или еще что-то. Ребят, в результате вы хотите продлить жизнь вроде как своей технике, а вместо этого ее наворачиваете. И фишка в том, что сейчас процов 12-го поколения, ну, я тупо не знаю, где искать. Они есть на Алиэкспрессе, но это лотерея. И клиенту я также и сказал, если вдруг там придет проц, так как здесь хабовая часть объединена с процессором, с бутглардом, допустим, да, снятый там с какого-нибудь, скажем, профессионального ноута, да, или не только профессионального, в принципе, сейчас этим все больше и больше становится проблем, то как минимум, ну, это будет просто покупка за 30 тысяч рублей проца, который не будет работать. И на этом все. Так вот, откуда же идут, растут эти ноги этой проблемы? Во-первых, из ситуации, что люди хотят обязательно обслужить свой ноутбук. Это первый момент. И тут я вас заклинаю, ребята, если у вас ноут на гарантии, даже если он там сдохнет, вы всегда можете по гарантии как-то его обменять, вернуть бабки и прочее. Если вы туда залезли сами, я вас заклинаю, будьте благоразумны, понимайте риски. И в данном случае человек просто-напросто забыл отключить аккумулятор по классике. И сейчас кто-то наверняка будет говорить, что, а, ну, понятно, просто человек как бы сглупил, не отключил аккумулятор. Ребят, таких ремонтов вы не представляете, какое количество идет. И в случае со свежими аппаратами, вот, ну, я сейчас не могу его починить. Почему? Потому что это, во-первых, гигабайт, а во-вторых, здесь проц 12-го поколения, который есть только на Алике, по крайней мере. Ну вот, и, как я и сказал, покупка его это тупо лотерея. Человек, как можете видеть, здесь нахерачил жидких термопрокладок. Судя по всему, это то ли термопрокладки фрост майнинг, то ли что-то типа того. Короче, ребята, в тысячный раз, повторюсь, не надо покупать жидкие термопрокладки туда, где их не стояло. Я просто, ну, так как мы сейчас лаирт продаем неоднократно, мне уже люди писали, Виктор, а вот сколько надо там лаирта, чтобы обслужить ноутбук? Я не хочу заморачиваться с толщинами прокладок. Ребята, это не так работает. Лаирт нужен там, где стояли изначально жидкие термопрокладки, Где толщина либо промежуточная, там 0,75, да, либо настолько тоненькая и там такой охлад, Что, скажем, в одном месте где-то вот на памяти у этих боковых будет там 1 мм, А вот здесь 1,25, потому что, ну, несовершенная система охлаждения. Ее, видимо, не особо там заморачивали сделать прям идеально ровно. И в результате, да, действительно, там из завода могут применяться жидкие термопрокладки. Если изначально стояли обычные, туда надо ставить обычные. И только так. При этом, еще раз, лаирт это не панацея. Да, это хороший термоинтерфейс. Но в результате его используют только в самых крайних случаях. А не так, что сейчас реально все ринулись там у людей. 2-2,5 мм толщина термопрокладок. Мне пишут люди, ну, я там обслужитель 3080. Вы что, совсем, что ли, уже с головой там ку-ку, ребят? Не хочу вас, конечно, обижать, оскорблять каким-то образом, Но это же нелогично абсолютно. Любая термопрокладка обычная будет в разы лучше. Ну, качественно, конечно же, да. В разы лучше себя показывать, чем жидкий термоинтерфейс. Это всегда. Это правило работает везде абсолютно. Поэтому, пожалуйста, ребят, ну, просто будьте реально бдительны, благоразумны. Не надо лезть обслуживать свежую технику, заклинаю вас, это раз. Второе, не надо использовать жидкий термоинтерфейс там, где его просто-напросто не было. Надеюсь, что это кому-то, как говорится, поможет в очередной раз. Потому что, ну, вот сейчас ситуация, я просто не люблю такие ремонты, Когда, ну, я просто развожу руками и говорю, Ну, я не знаю, где взять прот с 12-го поколения. Вот, ну, не знаю. Чтобы точно нормальный, рабочий, без каких-то приколов. Вот, про Пиладен. Пара слов буквально, это так, как говорится. Сейчас я начинаю уже замечать, что под Пиладеном реально маскируется все, что угодно. И сейчас я вот так вот возьму, потому что у меня тут микрофон сейчас немножечко иначе. И поэтому тоже предупрежу. Вы сами помните, да, там были уже подделки на Сою, скажем. В данном случае это вроде как классический Пиладен, Хотя тут, опять же, опознавательные знаки их вот эти вот классические, да, Пиладен и прочее. Но, опять же, будьте бдительны, не покупайте этот Крэп. Если вдруг вот в подобном дизайне увидите видеокарты, но с другими логотипами, скорее всего, Это будет просто-напросто перепаковка Пиладена. И сами понимаете, что качество там может быть весьма и весьма такое себе. Поэтому основная сейчас проблема Пиладеновских карт, по крайней мере, вот, которая идет, Уже не первый раз такие случаи были, это проблема с текстолитом. То есть банально обрыв дифлини идет по памяти к ГПУ, и приходится это все дело восстанавливать. Сами понимаете, опять же, это съем ГПУ, съем чипа памяти, восстановление дорожки. В результате вы купили вроде как карту, там, условно, за 20-23 тысячи рублей. И в результате там на десятку только ремонт выходит, потому что, ну, объем работы сними БГА на ГПУ, Сними чип памяти, восстанови дорожку, вызвань, и, по-моему, посади все это дело обратно. Ну, как говорится, задешево, это трудно сделать. Поэтому сейчас, наверное, основной, так скажем, итог, надеюсь, что звук будет плюс-минус адекватным, А не будет орать, что нужно порешать все вот с этим вот делом, с пространством, Потому что парни хоть и работают, но я сейчас стою в неком таком вот тоже ступоре, Потому что бизнес это легко, как многие мне часто говорят, и я, на самом деле, все это дело придумываю. Самое главное сейчас создать структуру, при которой можно будет все это дело складировать нормально. Я, по крайней мере, сейчас думаю, вот этот вот основной силаж, наверное, отсюда вытащим. Поставим вот два таких, потому что можно полки на два поделить, Соответственно, будет вместительность выше. Потому что изначально это было место чисто условно-приемочное, То есть аппарат, в которые только зашли. Сейчас уже это не срабатывает, там лежит просто все. И сами понимаете, что это на скорости качества ни хрена в плюс не работает, Потому что что-то где-то лежит, потом ищем по 10 лет. Короче, ну вообще ни разу не круто получается. Но это минусы работы, пожалуй, вот на такой вот квартире, да, Где очень маленькая квадратура. Потому что даже я бы с радостью посадил там ребят где-нибудь на кухне или еще что-то, Но это, соответственно, надо и паялку тоже туда, чтобы потом сюда не бегать. Короче, свои минусы есть. Короче, ребят, вот как-то так. Это, наверное, сейчас основные минусы. В конце добавлю, что я сейчас пока что стою на таком перепутье. С одной стороны, безусловно, сюда просится еще один инженер. Но не новичок какой-то, а именно инженер-инженер. Я пока сейчас закину, так скажем, удочку тех, кто меня смотрит. Потому что впоследствии, возможно, сейчас через недельку, Когда я все это дело подразгребу, Потому что тут есть реально именно висяковые ремонты, С которыми надо разбираться. А, соответственно, с ними иногда не успевают ребята разбираться, Потому что заходит что-то новое. Это тоже надо диагностировать, чтобы не было такого, что люди ждут по 2-3 недели. Я закидываю удочку следующую. Я буду искать, скорее всего, ремонтника. То есть именно мастера. Не какого-то новичка. Не выпускника какой-нибудь шараги или еще чего-то. То есть человека, который уже работал в сервисных центрах, У которого хотя бы год наработки есть по компонентному ремонту. Потому что, когда я озвучиваю тему с поиском сотрудника, Мне многие начинают отписываться. И люди думают, что они ко мне придут, и я сам буду их всему учить. Нет, ребят, я не буду вас ничему учить. В плане того, что учить паять или примитивные какие-то основы электроники. Рассказывать вам про ПН-переходы, про то, какие есть транзисторы, Про отличия и прочее. Я этим заниматься всем не буду. Я могу вам сказать, как надо что чинить. Но вот эту базу условно физики вы должны иметь уже за плечами. Иначе мне нужен человек, чтобы разгрузить вот это все дело. Чтобы чинилось все быстрее. А так получится, что я буду сидеть и сам ничего не чинить. Потому что буду вас учить. И вы будете еще полгода раскочегариваться. Поэтому, если что, вдруг идеальный пример. Я потом это, опять же, как я сказал, видос более полноценный сниму. Это Саня. В данном случае. Потому что это единственный человек, который, когда пришел, ко мне на собеседование на работу, просмотрел все видосы хам-радио тага, все видосы PC-эксперта, JustNote, вообще всех ребят. Пришел чуть ли не как на экзамен. И вот с ним можно было хотя бы побеседовать. И было видно, что человек шарит. Вот остальные, по крайней мере, когда я объявляю некий набор, так скажем, ремонтников. Реально приходят зеленые ребята, которые просто думают, что сейчас я с ними сяду и буду как, не знаю, репетитор разбирать вообще, что, как, какие там основы и прочее. И прочее, прочее. Оптимально это человек, который работал год, и которого особенно не устраивает его работа, если вдруг вы где-то, опять же, на периферии. То есть в пределах, опять же, это желательно, но не обязательно, так скажем. Потому что по законодательству мне сказали, что я немножечко не прав бываю. В пределах где-то лет 30 хотя бы. Там от 22. Это по желанию, так скажем. Вот. Более подробно я потом, опять же, это освещу. У которого есть год хотя бы опыта в ремонте, и кто просто, ну, работает, условно, там, за 15-20 тысяч, как вот в свое время, опять же, ко мне пришел Саня. То есть он понимает всю прелесть работы в сервисах, какие есть плюсы и минусы, там, разбирается в оборудке и прочее, прочее. Его просто все заколебало, что его ни во что не ставят, что работодатель ему ни хрена не покупает ни оборудования, ни запчастей, ничего. Вот если вы такой человек, вас все просто уже насочертело, и вы хотите просто вот работать, чтобы вам дали нормальную оборудку, заказы и, ну, просто подтянули, так скажем, по ремонту, там, скажем, ноутбуков, видюх или еще чего-то, то welcome, как говорится, пишите мне в личку, буду рассматривать ваши предложения, потому что, опять же, как минимум одного человека, наверное, в любом случае сейчас придется взять, иначе, ну, мы просто-напросто погрязнем в этом во всем, к сожалению. Приношу также извинения перед всеми клиентами, которые так или иначе чего-то ждут. У нас, в принципе, сейчас именно висяков нету, то есть большинство вот этих аппаратов, которые сейчас здесь лежат, они ждут просто запчастей. Так или иначе, безусловно, сейчас диагностика, она, ну, типа, проходит, там, в пределах 5-7 дней, да, но так или иначе, иногда бывают странные ситуации, которые в результате, ну, просто-напросто требуют больше времени. Короче, вот как-то так, ребят. Ну, вот так вот немножечко вам поныл, а на этом все, увидимся, до скорых встреч, пока!